Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей студии Ольга Федоровна Тимофеева-Терешкина, общественный деятель, активный член правления Ассоциации Долганского народа Республики Саха и Якутия. Добрый день, Ольга Федоровна! Добрый день, Виталия! Ольга Федоровна, этот год очень такой знаменательный для Долганского народа, потому что в конце года вы будете проводить очередной съезд Долганского народа. Это большое событие, главное событие этого года. С предыдущего съезда какие моменты вы могли бы отметить и насколько сегодня жизнь у Долган, общественная жизнь у долганского народа развивается, идет? Да, у нас в этом году будет очередной съезд Ассоциации Долган Республики Саха и Якутия. У нас по уставу каждые пять лет мы проводим такого рода мероприятия. Прошлый съезд мы проводили пять лет назад, в декабре 2015 года в поселке Рюнхая. В общем-то, Ассоциация Долгана у нас одна из старейших, в принципе, практически наравне с нашей большой ассоциацией, республиканской ассоциацией была создана. Был тоже проведен первый съезд также в Рюнхайе. И у нас в основном-то Долгане проживает в Рюнхайе, в Анабарском Олусе, около двух тысяч человек. Общая численность у нас и так и есть, там более 1900 с чем-то человек. В городе вместе с студентами проживает не более 100 человек. Поэтому, в общем-то, это нормально, наверное, считаю, чтобы проводить съезд там, где большая часть нашего народа проживает. В прошлый раз, когда съезд проводили, у нас с председателем был избран представитель наш, Спиридонова Василиса Михайловна. Сейчас мы тоже готовимся к съезду, будем проводить мероприятия. Что касается основных достижений за эти пять лет, я считаю, что перед ассоциацией Долган стоят, в общем-то, такие непростые задачи, какие для всех наших коренных народов Республики Саха-Якутия. Это защита наших прав, отстаивание интересов на всех уровнях власти, работа с нашим населением, с молодежью. То есть общие такие коллективные права, которые так или иначе пересекаются со многими вопросами. В первую очередь, это, конечно, вопросы недропользования. Ну, можно сказать, что был сложный период для наших народов, не только Долган, когда мы не могли найти точки соприкосновения с нашими недропользователями. Но это не касается нашей компании, это касается тех компаний, которые приходят из ДНИ. Они приходили, и я думаю, что и дальше будут приходить. Ну, благодаря, в общем-то, и нашим активистам, и ученым, и экспертам, и органам исполнительной, и законодательной власти, и местного самоуправления, у нас в Республике есть неплохое правовое поле, то есть в соответствии с которым, в общем-то, можно работать. И общественная организация в этом, наверное, является, в первую очередь, как рупор. То есть всегда впереди все самые сложные вопросы, да, то есть всегда стараются учитывать мнение общественных организаций, в том числе Ассоциации Долган. Была принята резолюция по итогам съезда, работа идет. Ну, это, конечно, вопрос, там не только недропользования были заложены в этой резолюции. Я считаю, что вопросы сохранения языка и культуры, да, любого народа, они все-таки являются важными. Да, есть у нас соответствующие министерства, да, и образование, которое занимается, языковой политикой, комиссией. Есть также и министерство культуры. Ну, в общем-то, все же понимают, что у органов власти, возможно, и нет таких полномочий. То есть все-таки больше зависит от самих людей, от самих представителей. Ольга Федоровна, насколько выполнена сегодня резолюция предыдущего съезда? Уже можно, наверное, какие-то... Ну, если честно скажу, мы как-то такой анализ пока еще не проводили. У нас еще время есть, да, полномочия стекает 5 декабря у нашего председателя. Ну, под тем достижением, допустим, если мы считали, что еще 5 лет назад для нас это было невосполнимой мечтой, чтобы создали там культурный центр. То есть дом культуры, он был в Иринхае, вот, гаражного отсека, ангарного типа, да. А в Иринхае, на самом деле, вот в Анабарском улосе показатели, скажем, проведения культурных мероприятий, посещения, превышают, там, не знаю, может быть, в 3 более разы, чем в целом по республике. Но это связано с тем, что, в общем-то, цифровое неравенство Виринхае до сих пор, скажем так, ну, не такого рода быстрый, наверное, интернет, плюс все-таки отсутствие, да, таких культурных досуговых учреждений. Вся жизнь поселка, она сосредоточена в этом доме культуры. То есть там каждый день по несколько мероприятий, поэтому очень важно было, чтобы было хорошее здание. То есть все-таки у нас, как раньше говорили, сознание определяет бытие, но в том числе я считаю, что и бытие определяет сознание. То есть когда построили, наверное, у нас все-таки один из лучших культурных центров в Арктике, в Иринхае, это, ну, так и называется, культурный центр долга, ну, жизнь кипит, но она уже принимает такие более, наверное, радужные, да, формы. То есть есть перспективы, то есть у людей появляется желание и жить, и работать в таком прекрасном месте. Открываются мастерские, кружки, дети туда приходят, они видят, что они не в таком там страшном здании обучаются, занимаются. Школа, да, построена, ну, она еще давно была построена. Поэтому я считаю, что вот те вопросы, которые ставятся общественниками, да, перед, они же не просто так люди говорят. Главное быть услышанными и вовремя донести, скажем, да, и потом проследить, да, за исполнением, то оно всегда имеет результат. Плюс я считаю, что мы за это время провели очень много мероприятий. У нас есть очень много ежегодных календарь мероприятий, как и у всех. Ну, я бы акцентировала внимание, в первую очередь, наверное, на то, что мы два года назад впервые провели мероприятие республиканского уровня. Дни долганского языка культуры, причем это было совместное мероприятие с Таймыром, с нашими сородичами из Красноярского края. Это была инициатива, причем снизу, это наши общественники с Таймыра вышли с такой инициативой к нам. Там проживает большая часть долган Российской Федерации. И мы здесь неплохо провели и круглые столы, и мастер-классы по орнаменту долганскому. Презентовали долганское, аланхо, фольклор. Была проведена замечательная выставка долганских художников, поротовых. Были, в общем-то, и такие обрядовые праздники. То есть мы провели на Юсьхатыне во время нашего национального праздника Хейра. Показали обряд, свадебный обряд. То есть это восстановил у нас наш главный хранитель Таймырского дома народного творчества Василий Батагай. Он долго работал с музеями, с институтами, с этнографами. И вот по крупицам буквально восстановил этот обряд. Было очень интересно. Такое было очень большое внимание, в том числе и со стороны СМИ. Потому что свадебные обряды, они очень интересные, они очень красочные. И очень важно, что это было такое, скажем, не просто такое из фольклора, а был материал взят в том числе из научных книг. Ольга Федоровна, есть такое расхожее мнение, что долганский народ это все равно тот же якутский народ. Потому что язык одинаковый вроде бы, но в то же время это как бы северный Якута считается. Это же неправильно? Ну да, конечно неправильно. У нас в свое время это получается, когда я изучала тоже литературу, хотя я не историк, не этнограф, есть такие историки, как Ефремов, Попов, потом Убрятова, говорили о том, что очень долго дискутировали ученые, историки, лингвисты, является ли долганский язык отдельным языком. И в том числе и этнографы считали, являются ли долгане северными якутами. Ну, в общем-то, ученые это доказали, и я не считаю вправе, у меня нет научной степени оспаривать их, да, мнение о том, что долганский язык это отдельный язык, это не диалект. Так же, как и по этнографии, конечно же, долгане это, ну, скажем так, это отдельный народ, отличается от якутов, наверное, процентов на 90, как генетически, так и по культурным своим там особенностям, ну, и проживание. Да, конечно, близкие, но у нас вообще-то в мире много таких примеров, я даже у нас в Якутии, вены, венки, да, близкие языки, русский, украинский, там, ну, можно татарский, башкирский приводить, но это не означает, что мы являемся одним народом. И я не думаю, что на этом надо акцентировать мнение, это такое, наверное, больше бытовое, да, мнение. Да, это бытовое мнение, да. Ну, это, наверное, в том числе и упущение, скажем так, наших СМИ и наших ученых, которые мало об этом пишут, мало об этом говорят, то есть, в общем-то, те, которые интересуются, они, конечно, начинают докопаться, они об этом узнают. А есть сегодня ученые из числа долганского народа? Из числа долганского народа, к сожалению, у нас в Якутии именно историков, этнографов пока нет. Ну, и, в общем-то, и на кафедре никто из ребят не интересуется. У нас даже нет филологов своих, да, в отличие, там, от других народов, в которых, там, есть свои кандидаты доктора наук. Ну, это связано по многим разным причинам. Я не думаю, что это связано, там, с какими-то определенными, там, критериями, ну, думаю, что это возможно, но на Таймыре есть ученые, у нас там есть и доктора науки, и кандидаты наук, которые сами из представителей, мы с ними работаем. Ну, там масса, количество людей больше, то есть, если сравнить здесь, у нас меньше двух тысяч. Один поселок, да, только? Да, один поселок. А в Уренхае сегодня преподается родной язык долганский? Продается только факультативно. А как обеспечение учебниками? Ну, учебники, это наша больная тема, на самом деле. Как раз-таки мы на прошлом сезе тоже про это говорили, что и давали рекомендации, да, Министерству образования рассмотреть возможность, чтобы разработали учебник долганского языка. Ну, вот буквально, получается, вот 20 февраля мы проводили круглый стол, и директор НИИ национальных школ, Светлана Степановна, обрадовала нас вести, что они получили федеральный грант на разработку учебника. Они подготовили уже, у них был материал, чтобы эти учебники издать для начальных классов, для преподавания, сколько даже еще и языка долганского, но и долганской литературы. Поэтому мы думаем, в сентябре уже эти учебники, наши учебники получат, ну, по крайней мере, так нам сообщили. Это хорошая новость? Конечно, да, это хорошая новость, потому что хочется, чтобы дети все-таки, у них была возможность, было право изучать свой родной язык. По ощущениям, по вашим наблюдениям, сегодня в Уренхае, в Анабарском районе, какой процент говорит на родном языке, разговаривает? Вот интересная статистика тоже, да. Вот в силу того, что у нас долганский язык близок к якутскому, именно близок, ну, одновременно, наверное, мы смогли сохранить, скажем так, основу своего языка. Поэтому статистика, она, когда спрашивали, у нас там практически все себя идентифицируют долганами, они сказали, что мы владеем, да, долганским языком. Но при этом, когда мы общаемся с таймырскими, они считают, что, да, там, вот именно долганский язык в Анабарском, улусе, он был подвержен, скажем, объекучиванию. Ну, вот нам, наверное, предстоит такая сложная работа. Хотя, на самом деле, дети, которые обучаются факультативно, нам педагоги рассказывали, что, да, то есть вот на этой базе, когда на якутском, на базе якутского языка, наоборот, легче, ну, вот, восстановить и долганский язык. Долганский язык, он сам очень интересный, красивый, и в нем очень много архаизмов, по-моему, да, слов, которые остались. Ну, это мне тоже историк наш, Наталья Иванович Савинов. Он очень интересно свою монографию написал про долган и идентификацию долган. И очень интересный у него есть тезис в его работе. То есть он сам сунтарский такой, очень довольно-таки, ну, вырос в якутской среде. А он, как историк, считает, что в силу того, что долгане жили изолированно, да, вот этот поселок практически один, далеко на севере, да, то есть где не было, скажем, такой большой миграции, у долганского языка сохранилось много архаизмов тюркского языка. То есть вот турки тоже, историки, этнографы, филологи интересуются, потому что они считают, что, ну, турецкий язык тоже, да, как бы, первоначально это же тюркский язык. Они очень много потеряли, очень много стало арабских слов в турецком языке. В якутском языке появилось там, допустим, много монгольских слов, там и венкейских слов. А вот в долганском есть некоторые слова архаизма, которые вообще исчезли, оказывается, из тюркского языка, прародителя всех языков тюркских. Ну, это вот так филологи считают. Историки начали от того, что вот именно жили изолированно. Возможно, да, вот этим как раз он объяснил, что сохранение и развитие долганского языка очень ценно именно в том числе и для якутского языка. Материальная культура долган очень хорошо сохранилась. Это и костюмы красочные, и при том они по всем канонам, как бы, уже шьют сегодня молодежь, да? Да, у нас мастера наши, наши мастера. В свое время, в общем-то, ну, и была возможность, да, то есть у нас всегда славились наши долганские мастера тем, что сохраняли. Я вот до сих пор помню свою бабушку. То есть у нее как-то вот, когда я приехала, вот уже довольно-таки зрелым человеком на барский вуз работать, она посмотрела на мои унты, прямо взяла там, все посмотрела, говорит, все шили, говорит, не так, и узор не тот, как-то так это, ну, вот. Неправильно. Да, неправильно. И она вот прямо каждого, кто заходил, смотрела унты, интересовалась, шапки, там, хопо, нтыка, варежки. То есть, и, ну, всегда нам объясняла, как это должно, да, вот шиться. Эти мастера очень хорошо, что вот это передали своим детям, да, внукам. И у нас есть уже прияда и молодых, и даже школьники у нас как-то увлеченно. Ну, это рынок, наверное, потому что долганские унтыни считались интересными такими, качественно шитыми, узор яркий. Поэтому заказы всегда были. Поэтому, соответственно, это был такой хороший источник дохода. Наши женщины до сих пор, как бы, где бы они ни работали, даже моя мама, живя в городе, она шьет из меха, изделия. Угу. Наверное, все так очень сложно было жить в тундре, в которой 9 месяцев снег, все белое, поэтому, наверное, такое многоцветие. Да. Я вот тоже думаю, наверное, это связано с тем, что... Украшали жизнь. Да, потому что очень отсутствие полярная ночь. Хотя вот эти цвета, краски, на самом деле, вот, ну, в орнаментах, в наших орнаментах, они взяты из природы. Когда вот у нас было буквально короткое очень лето, оно такое яркое, стремительное, даже меньше месяца. То есть когда тундра начинает свисти, там столько цветов, и одновременно я даже, наверное, во многих, как, ботанических садах не видела, что-то такое возможно. И вот когда это летом происходит, да, после затяжной зимы, после полярной ночи, оно настолько сильно бросается в глаза и откладывается в сердце и в душе, что ты потом, наверное, эти орнаменты хочешь перенести вот на свои узоры. Надо отметить, что Оренхая по соседству с Оленёкским районом, и в Оленёкском районе тоже, наверное, долго они живут, потому что у них в костюмах встречаются тоже святые. Да, у нас там... Ну, это связано с административным делением в свое время. Это же вот эти вот административные нынешние границы, да, они же, ну, в общем, так... Не учитывали, наверное, в свое время. Нет, они просто были другие, да, скажем, до 17-го года, когда был Енисейский край, Труханский край, да, в общем-то, Аннабарский улус в составе, большая часть была в составе Енисейского края, это нынешний правоприемник Красноярский край. А точно так же в Оленёкском улусе, да, там часть наших, допустим, Желинда, там было много наших представителей жило. Это потом уже в 30-е годы, когда границы национальных округов составили, там, как всегда, все резали, как положится, и, ну, не учитывали, наверное, да, что вот в этих национальных поселках... Как такого в Соскалахе тогда еще не было. В Соскалахе это было советское время, допустим, поселок Уджа, где родилась моя бабушка, оно находится ближе к Желинде. Далее потом уже пошло промышленное освоение после войны. Понятно, когда нашли там и полезные ископаемые, границы менялись, а меняются они потому, что у нас народ жил, ну, скажем, кормился от природы, впрочем, в принципе, как и сейчас. Кочевой народ. Да, кочевой народ, который, где пересекаются миграционные пути наших диких животных, да, диких оленей, там, птицы. Соответственно, если пути у диких животных, когда человек вмешивается, да, производство меняется, соответственно, и люди тоже идут за оленями. Идущие за оленями, да. Да. Долгани, они же издавна, испокон веков занимаются оленеводствами и охотой, да? Да, на севере, в принципе, самое такое, наверное, только олень смог и выжить. Он у нас и кормилец, он наш и одевает, и у нас и возит. Поэтому везде в Арктике. Ну, мы можем гордиться тем, что первый герой Советского Союза, да, ну, соцтруда, был Илья Константинович Спиридонов. Очень хорошие показатели. То есть хозяйственные отношения, ну, там очень много инновационных вещей он в свое время внедрил, да, когда работал в стаде. И поголовье линей-то у нас, ну, в Арктике и в советское время, и, в принципе, и сейчас. Мы, ну, хорошие, в отличие, наверное, от других арктических регионов, не только Якутии, но и России, и мира. То есть сокращение оно ушло. Как-то вот в Аннабарском лусье долгание у нас славится тем, что у нас потомственные линей-водческие семьи. Я знаю, что в Урин-Хае живет замечательный мальчик, который рисует мультики. И я хочу предложить сейчас посмотреть мультфильм. Субтитры создавал DimaTor. Субтитры создавал DimaTor. Ну, это наша тоже, наверное, национальная особенность. Я, кстати, заметила, у северян, именно, да, арктических наших представителей коренных народов, очень развито образное мышление. И практически все умеют рисовать и петь. То есть абсолютно музыкальный слух и чувство цвета. Есть такое. Ольга Федоровна, за пять лет последние, надо отметить, что очень крепко у вас дружба, связи возросли с красноярскими долганами. Они к нам приезжали, вы к ним туда ездили, наша делегация ездила, работала. Насколько наши долгани и долгани вот красноярского края отличаются друг от друга? Да, в принципе, они не отличаются. Пока мы не отличаемся. Все то же самое. А как ассимиляция действует? Ну, я могу сказать с точки зрения... Солненные вот эти... Вот я была в Хатанге в 2014 году. Ну, это центр, да, вот как, допустим, у нас Юрин Хаяц, центр, да, долган и долганской культуры. Также, да, Хатанга. Хатанги, да, там... Ну, это раньше, это вообще, конечно, был отдельный муниципальный район. Сейчас это уже поселок городского типа. Даже не составив, как поселение идет по-нашему. Там есть большая школа-интернат для детей, которые... Ну, родители которых занимаются оленеводством. И, ну, да, там, конечно, они сохранили свой язык и культуру, но они говорили, что у них, как таковых, перспектив нет, потому что молодежь у них уезжает в Дудинку. И носителей очень мало осталось языка. То есть те, которые переехали в Дудинку, они, к сожалению, это город. Рядом еще Норильск, Норникель. Там они, вот как мы в городе, вот, долгани, допустим, ходят на праздники. Но оно неинкорпорировано, да, в, скажем, такую естественную среду. Дудинки проживают там, ну, в том числе не только долгани, там и другие народы. А хаттенги, оно такое, скажем, утихающее, утихающее. В отличие, скажем, от нашего Урюнхаи, где прямо вот чувствуется энергия, задор, желание, да. Люди знают, что у них все получится, инициативы есть. То у хаттенги какая-то немного, вот, у людей ощущение беспросветности. Я думаю, что все сложится, все будет хорошо. По-другому и быть не может. Да, и быть не может. Ольга Федоровна, я вас благодарю. Будем еще работать вместе во благо своих народов, сородичей. Спасибо, Наталья. Я уверена, что общими силами, тянями, мысли, они материальны, у нас все получится. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии была Ольга Федоровна Тимофеева-Терешкина, общественный деятель, член правления Ассоциации Долганского народа Республики Саха-Якутия. На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова